Порнофильм Спасибо Уважаемые журналисты, ваши вопросы Портал в фестивалях России и мира местных В этом году вы отправляетесь в последний тур Но, естественно, не стоит понимать это буквально И можно поподробнее о концепции этого названия И как оно вяжется с вашим творчеством С вашими нынешними творческими путями Дело в том, что название нашего тура Последний тур это исключительно метафора Придумали мы, так назвать, тур Подсмотрев, можно сказать, идею у наших слушателей То есть наши слушатели часто вообще вдохновляют нас На разные прикольные штуки Например, вот конкретно в данном случае получилось так Ну, люди писали в нашем сообществе в комментариях За что они любят наше творчество Сравнивали там записи наши с концертными версиями песен То есть говорят, что на концерте по-другому все И вот кто-то написал, что порнофильмы всегда выступают каждый раз как последний И вот нам понравилось это сравнение, что ли И мы решили, что... Как бы нам назвать такой большой тур В котором почти 50 городов Еще до сих пор добавляются Вот мы объявили на пресс-конференции Что будет 44 города 45 уже Уже 45 И возможно будет еще больше То есть возможно будет 50 И мы решили назвать этот тур Последний тур Потому что мы в него отправляемся так Как будто это наш последний тур То есть и каждый концерт мы проводим так Как будто это наш последний концерт То есть мы полностью выкладываемся Мы знаем, что нам еще там завтра, послезавтра, послезавтра Еще играть в других городах концерты Но мы там не жалеем сил Полностью выкладываемся там У нас рвутся струны Вот у меня связки голосовые всегда просто подводят Потому что мы полностью себя отдаем Здесь и сейчас И не думаем о том, что будет завтра Завтра мы подлечиваемся как-то там Раз, едем там в следующий город То есть... И вообще у нас такой девиз Мы ко всему, все что мы делаем, подходим Под девизом, как в последний раз Неважно, альбом мы пишем там Или концерт играем Поэтому мы решили так называть нашу поездку И вот это метафора такая В последний тур А вот у вас действительно большое количество городов А по какому принципу вы выбирали города? Принцип простой Все организаторы, которые нам предлагали приехать Мы с ними находили консенсус Какие-то компромиссы где-то И для каждого у нас в принципе свои условия были И вот всех, кто нас пригласил, туда мы и поехали На самом деле еще хотелось бы за этот тур, так как он большой, последний Хотелось бы посетить максимальное количество городов Последний, да Да, Кирилл думает, что до сих пор это последний тур Вот И хотелось бы посетить максимальное количество городов В том числе города, в которых мы еще не были Вот например, мы все никак не можем доехать до Сибири Вот поэтому в этом туре и Сибирь, и Дальний Восток И у нас там даже на самом деле получается пара концертов так, что у нас там идет Владивосток А следующий концерт у нас идет в Калининграде То есть мы охватываем всю страну этим туром Да, на самом деле очень масштабный получился тур Спасибо за это нашему другу, турменеджеру, директору Не знаю, какое слово назвать, мы не сильны в этих терминах У нас есть просто еще теневой участник группы, пятый, это Александр Кстати, вон стоит Мы хотели его пригласить, чтобы он сел с нами на самом деле за стол И отвечал на вопросы касательно тура, потому что он лучше знает, чем мы Все подробности Обычно он уже нам говорит, парни, в следующий выходной вы едете в Иркутск, например Или еще куда-нибудь За свой счет За свой счет За свой счет Как мы вот рос параллельно группе И уже стал, на мой взгляд, профессионально уже делать все С ним даже уже люди советуются Какие-то там более, более молодые Александр, присаживайтесь к нам здесь прохладно Я думаю, что вам будет что сказать А вас так уже расхвалили, что Я думаю, что Даже бесплатная Даже бесплатная Даже бесплатная водичка есть Промочи смонил, на самом деле Да, ребята, добрый день Лилия, Рокпортал Эквилибриум Вы называете Доброфест В одном из интервью, по крайней мере, назвали самым любимым своим фестивалем Да Мы помним, как несколько лет назад Вы на малой сцене собрали больше людей, чем на большой Это было в прошлом году В прошлом году, да Ну, на самом деле, это был большой такой бум О группе заговорили Поэтому любимые фестивали или есть другие причины? На самом деле, мы сегодня играем Играли сегодня Третий раз на фестиваль Доброфест В прошлом году, вот как раз В том случае, когда мы собрали у маленькой сцены большую толпу людей А еще был первый раз, когда Я вот даже по фотографии посчитал, было меньше ста человек Постоянно лил дождь и никто про нас еще туда не знал Мы были просто одной из начинающих групп, которым выпала честь сыграть на фестиваль Доброфест То есть, нас, так сказать, заметили некоторые люди из музыкальной тусовки Коллеги поопытнее, постарше Ну, вообще, не то чтобы поопытнее, а вообще Люди, которые там собирают уже полный зал На тот момент собирают Мы еще вообще в гараже сидели там Вринчали на гитарах Вот, они нас заметили и Мы порекомендовали обратить внимание на нашу группу Тогда мы прошли по конкурсу еще Мы участвовали в конкурсе Снимали в гараже видео там На песенку Живьем там написали Вот, и... То есть, просто Представляете, вот мы группу, которую никто не знает, да, там В гараже у себя в Дубне сидим Вообще, никто про нас не знает Газ не берут Там... Для нас вообще Удача попасть кому-нибудь на разогрев А тут раз, мы нас просто позвали на такой фестиваль играть Это был единственный фестиваль Помнишь, что в жюри сидел? В жюри сидел Дмитрий Спирин С которым мы впоследствии, кстати, после этого уже и познакомились И как раз тогда он Узнал о нашей группе А потом в интервью каком-то сказал, что Из молодых он выделил вот группу порнофильмов Мы очень удивились То есть, именно нас он решил выделить Приятно было Вот, а теперь мы уже со всеми загорешились там С тараканами там, с Элизиумом Вот, кстати, первый на нас обратил внимание По-моему, Дмитрий Кузнецов из Элизиума А, еще А, в 12-м году еще на нас обратил внимание Вадим Базеев из группы Любов Мы с ним тогда уже сознакомились Вот, и А так нас, как бы, никто не знал И никто не признавал Вот, но Доброфест был одним из первых фестивалей Который нас позвал Поэтому для нас это родной фестиваль Вот такой вот получился развернутый ответ Спасибо, есть еще вопрос Вы назвали ваш концерт в Дождь Мажоре самым сложным гигом При этом мы остались от него в полном восторге Расскажите, каким он был Почему вот оставил у вас такие противоречивые чувства С одной стороны такой сложный, с другой стороны такой замечательный На самом деле просто очень душно было, очень жарко Там даже пот, даже капал со стен с потолка Да, там все Люди потели, это все испарялось И оседало кинденсатом на потолке, на стенах Вот И сложным он был потому, что было очень жарко И мы сыграли, наверное, рекордное количество песен Которые вообще мы могли больше Почти 50 песен мы сыграли И почему я сказал, что он лично для меня был сложным Потому что я когда закончился первый день, первый концерт Я шел по коридору и начал терять сознание Реально от жары Я просто темнел в глазах Я на несколько секунд забылся, где я нахожусь Повело Меня так подхватили Вот И потом Сама чувства было не очень До того, пока я не лег спать Потом вроде мы отоспались И во второй день уже Мы решили сделать больше антрактов Мы сделали за концерт За второй Наверное Три или четыре антракта Три Мы сыграем десять песен Потом мы раз Говорим, ребята Все на улице Отдыхаем Пьем водичку Мы специально для людей Еще закупили воду в 5-ти литровых бутылках Прямо давали, чтобы они пели Вот Потому что там реально было очень тяжело Мы боялись, что кто-нибудь в обман попадет Это был реально тяжелый концерт Самый тяжелый в физическом плане Но В эмоциональном плане Конечно Просто не передаваемые эмоции Потому что клуб маленький очень И Как-то создается полный контакт Со зрителями Там Люди прыгают со сцены Свободно вылазить Никакая там Охрана не расталкивает Около сцены людей Так получилось, что В Москве Очень много желающих посещать концерты И Для Для этого Количеству людей Надо Арендовать большой клуб А Большой клуб это Фото пип Охрана Это Ну какая-то другая атмосфера Огромный зал Звук летает Вот И Когда мы играли в маленьких клубах в Москве Нас еще никто не знал А потом Всего за 4 концерта Сольных в Москве Мы из Достмажора Прыгнули в Йоркспейс И Многие люди Как бы не застали Того момента Когда мы играли в маленьких клубах Когда была другая атмосфера А Путешествуя по Регионам Там Мы до сих пор еще играем В небольших клубах Часто В некоторых городах Вообще Либо Очень дорогой клуб Большой Либо вообще большого клуба Нет Все играют в маленьких Там вот такая атмосфера Вот такая прям вот Грубо говоря Кутежа Прям да Рядом какие-то там Ноги торчат Какие-то там Люди падают с потолка Там с балконов Вот Это прикольно Это вот как раз Настоящий вот этот Дух панк-рока И мы захотели Московскому зрителю показать Что На концертах Порнофильмов Бывают вот Йоту Спейс Фаера там Прожигают ковролин В Йоте там Экран Спецэффекты Вот А бывает вот так вот Что маленький клуб И мы там теряем сознание Вместе со всеми Вот Как бы вот так Смотрим 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 Верно